Здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания и в студии я ее ведущий Эдуард Брумер и Геннадий Брумер и я напомню телефоны нашей студии 847-400-5200 в России и вообще на постсоветском пространстве происходят интересные события где-то даже с чувством надо к этому относиться с чувством юмора в Казахстане значит произошел такой трансфер елбасы запомните это слово елбасы это отец нации в переводе с Казахстана Казахского это отец нации значит вечно вечно президент Казахстана Нарсултан Назарбаев решил уйти с этого поста и все вроде бы как бы даже обрадовались но оказалось что на следующий день оказалось что в принципе это всего лишь такой переход с одной должности на другую его место занимает займет бывший министр иностранных дел Такаев вот и вот Назарбаев показал как нужно относиться к своему народу то есть уже столица Астана будет уже переименована Нурсултан вот и сейчас все обсуждают вот это замечательное слово елбасы оно вызывает чувство юмора хотя для тех кто жил в Казахстане это абсолютно нормальное слово вот Назарбаев от власти не уходит он остается во главе значит Совета национальной безопасности и на год вот господин Такаев я думаю что скорее всего для того чтобы потом дать должность президента дочери Назарбаева которая возглавила Сенат Сенат да и посмотрим что будет дальше вторая интересная новость то что в Калмыкии новый руководитель президент Калмыкии бывший кикбоксер по кличке Хамбатей то есть я вот когда читаю новости без чувства юмора смотреть на это читать это просто невозможно да посмотрим как Хамбатей будет править Калмыкии насколько его там хватит ну и самое главное если вернуться к Назарбаеву многие политологи и аналитики которые занимаются Россией говорят о том что то что проделал Назарбаев может сделать елбасы московского разлива Владимир Путин в конце этого года возможность такая есть многие высказывают такие идеи хотелось бы услышать ваше по этому поводу мнение может ли московские елбасы сделать значит такой вот финт ушами почему я говорю о елбасы еще раз напоминаю в переводе с казахского это отец нации прошу прощения я не могу удержаться честно значит елбасы его жена колбасы я не знаю когда он разведется будут говорить нет колбасы да многие многие кстати те кто может быть или жил в казахстане могут нам позвонить и как-то прокомментировать это слово вот две темы которые мы хотели сегодня обсудить первая тема это может ли в конце этого года Владимир Путин уйти в отставку и сделать то же самое что сделал Нурсултан Назарбаев в Казахстане и второе это то что происходило в Крыму пять лет как Россия как выразился мой товарищ оттяпала территорию у Украины и значит хорошо это или плохо по вашему мнению давайте вот это вот эти две темы любую из них мы обсудим еще раз хочу сказать что в студии Эдуард Брумер и Геннадий Брумер я хотел бы добавить еще к тому что сказал Эдуард Нуксултану Абишевичу Назарбаеву 78 лет правит он с 89 года он был первым секретарем какзахской СССР вот и был кандидатом в вице-президенты Советского Союза он был близок к Горбачеву вот а если сказать про нового руководителя Казахстана Казахстана Калмыкия Калмыкия Я извиняюсь что забыл на минуту Калмыкия то это вообще интересные случаи потому что человек привык все-таки работать руками и ногами вопрос в том как он будет теперь работать головой это совсем другие условия другие отношения потому что Ну само то что ему дали такое псевдоним или прозвище хан баты это будет очень и очень интересно наши телефоны 847 4 00 52 00 агена пока у нас звонков нету давай мы узнаем твое мнение потому что у нас уже как бы передача была когда-то посвящена уходит или остается владимир путин но среди событиями в казахстане я хотел бы еще раз поднять эту тему и на твой взгляд если возможность такая у владимира путина скажем так я думаю что желание у самого путина у него есть уйти у него все для жизни для хорошей пенсии есть но в этот вопрос что его не захотят отпустить и так как я читал последние газеты они обсуждают эту тему связи с уходом назарбаева соседа же на 5 плыва эта тема да они обязательно будут обсуждать потому что по большому счету сам путин сам путин надоел и народу и наверно даже номенклатуре но номенклатуре боится что перемен перемен до что с его ухода может нарушиться какая-то устойчивость власти поэтому как это будет делаться но то что они будут думать о такой идеи уходя уходи или ухая ухожу не ухожу да у них я думаю скорее всего есть такая такая идея вот и это вообще интересно потому что ну смотри а будем так говорить из тех сообщений которые были в прессе до за несколько часов до того как назарбаев объявил своей отставки с поста президента у него был разговор с владимиром путином естественно никто не знает о чем разговор был до при секретаре обоих президентов в общих словах говорили какие-то обычные слова но как ты думаешь о чем вот если так чисто гипотетически подумать и это чем они могли говорить я думаю что весь разговор строился насчет того что казахстан должен остаться союзником россии у россии сейчас союзников почти нету и даже те союзники которые есть это такие убегающие друзья которые хотят сбежать но вот как еще просто не знает поэтому казахстан очень близок китаю и по этой причине я думаю что назарбаев объявил путину сказал о том кто будет его заменять или замещать это как 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 как-то думает вот только в том что казахстан скоро как мне кажется станет китайским улусом наверное россия может потерять достаточно близкого и очень такого соли россии есть еще союзник белоруссия что ты думаешь по поводу белоруссии белоруссия тоже убегающая тень батька лукашенко смотрит вот и я известно что тебя перебиваю до интересная на постсоветском пространстве вещь происходит а значит бывшие либо руководители в советском союзе либо бывшие секретари они становятся такими национальными лидерами да я не говорю уже про таджикистан и значит узбекистан где солнце встает и опускается их там называют солнечными там лидерами значит вот елбасы в кавка я никак не могу успокоиться от этого словом елбасы в казахстане то есть отец нации да и вот например белоруссию взять нам с тобой родное родное государство там просто четко батька лукашенко без имени и отчества да то есть и на отчество это чисто официально но он хозяин он хозяин беларуси давайте заметим такую вещь интересную на постсоветском пространстве из 15 бывших республик мы уберем сразу при прибалтику потому что но они были они были короткого для отдельно они были всегда бит но вот из тех кто были конкретно в российской империи это только четыре государства только четыре государства имеют демократическое устройство то есть там есть меняемость власти там есть демократические институты это украина конечно же а посредственно молдова грузия и армения потому что азербайджан ну там даже вице-президент это жена президента все остальные республики государства вот живут по законам тысячелетия давности рад и это султанаты натуральные султанаты с наследственной властью близких людей россия это авторкия абсолютнейшая это если не монархия то точно авторкия где есть хозяин где есть царь можно его называть президент можно его называть президент но на самом деле это человек это решает все и вся возьмем какие еще из беларуси на вот беларуси а беларуси это хозяин у батька он хозяин этой территории как бы когда-то были родзевиллы хозяева этой территории теперь батька лукашенко а те тоже отец нации только у батька а в казахстане елбасы это просто на своем на каждом языке по-разному чего нету кстати в украине ну мы посмотрим что на украине будет в конце месяца там намечаются выборы да и кандидатов там очень много мы сегодня о выборах в украине говорить не будем мы эту передачу сделаем попозже когда все закончится все выборы закончатся скорее всего будет второй тур я так думаю у нас есть звонок да можем тогда принять давайте мы вас слушаем говорите пожалуйста добрый день здравствуйте чикаго я из филадельфии очень приятно меня зовут геннадий я хотел чуть-чуть коротко о казахстане ну конечно с юмором но но нельзя забывать если мы живем не только после перестройки в общем-то прожили часть жизни советском союзе бывшем и учили ну вы не не цепляйте как бы меня за марсиско-визинской философии нет нет я к этому отношусь так же как и вы но надо понимать что 70 лет советской власти совершенно не изменили внутреннюю структуру народов средней Азии они как были позапрошлом веке так и продолжают жить просто меняется форма и одежда и поэтому 70 лет не хватило для того чтобы в том же туркменистане стал вождь ему поставили золотой памятник и мы этому удивляемся на самом деле это обычная жизнь тех народов время для них не пришло ну стать так называемым дикат демократическим государством геннадий я прошу прощения навляет что там это произошло они живут под другим внутренним законом и точно так же в калмыкии поставили это поставили те которые но кланы которые живут издревле и помнят о том вот в калмыкии я вам скажу почти прямые потомки чингисхана я встречал калмыка у меня есть знакомый он говорит мы до десяти поколений храним родословную вывод подумайте куда бы их не нали они зарывают вещи которые еще с прошлого века как вы хотите их за геннадий а прошу прощения у меня такой вопрос а вам не кажется удивительным что во главе ну достаточно большого народа территории поставили бывшего кикбоксера то есть я не уже не металл смена потому что они своих выдвигают вот своих выдвигают но нет такого понятия демократии которую мы пытаемся им геннадий большое спасибо давайте прям следующий звонок поймите правильно ну нет спасибо спасибо говорите пожалуйста звонка пока нету да а мы извиняемся что мы отключили нашего радиослушателя геннадия из филадельфии нам очень приятно что нам звонят из филадельфии а мы вас слушаем опять звонок пропал ну хорошо значит видимо кто-то пытается дозвониться но не получается то что касается значит тема остается мы ее продолжаем то что касается смены власти в казахстане и то что значит новый руководитель в халмыкии но еще одну тему есть во много да можем принять мы вас мешаем добрый день добрый день добрый день в интернете конечно кипят и обсуждают две вот новости первая предлагается переименовать казахов на зарпахов а вторая горячее обсуждение как теперь будут называться баннеры проститутки астаны будут проститутки назарбаева теперь ну видите как говорится мы мы будем жить будем видеть да поэтому спасибо большое за ваш звонок говорите пожалуйста это история с демократиками в бывшем подсоветском пространстве она довольно четко разделяется на страны которые имеют мусульманскую религию и христианскую религию например если взглянули на кавказ армения и грузия они но во всяком случае что-то напоминают демократическое азербайджан даже отдаленные этого не напоминает и вряд ли когда либо будет я извиняюсь я взгляну все отделения ведь белоруссия и россия это христианские страны да 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 они все они все христианские страны пришли в демократии может быть они когда-то придут а может быть и не придут может быть они станут еще более авторитарными этого мы не знаем мы сегодня но во всяком случае прибалтийские страны тоже пришли более-менее демократии и так далее возможно и россия придет демократии не вине изящих предсказать как российские события развернутся новое посмотрим я у нас как-то была передача если вы помните посвящена именно темно сменяемости власти в россии я делал такое предсказание посмотрим может быть я и окажусь нострадамусом что в конце года владимир путин может поставить своего преемника и будут новые выборы жизнь покажет но никуда не уходить мы говорим о том что власть такова в россии что рокировка то есть это это рокировка то есть уходя не ухожу они делают то же самое что и цари один царь сменял другого царя на нет не значит чтобы отменялась спасибо спасибо за ваше мнение говорите пожалуйста звонков нету значит тема которую мы не можем сегодня не обойти и может быть вторую половину нашей передачи сейчас мы еще говорим когда надо будет уходить на рекламу мы заранее об этом скажем но вторая тема я хочу напомнить и довольно важное это крым пять лет юбилей для россии очень важны крым вернулся как они говорят свою гавань вот и выступление по владимира путина по этому поводу мне бы было тоже интересно точнее нам было бы очень интересно послушать ваше мнение по поводу того правильно ли произошли эти события пять лет назад и может быть может быть все таки крымчане стали жить намного лучше я лично я вижу в этом конечно проблему проблему в том что к сожалению великому кроме того что россия конечно же украла эту территорию это бесспорно россияне могут оправдываться как хотят и будут находить свои как говорится причины по этому поводу но надо отдать должность что к сожалению к великому сожалению украина этой территории на протяжении многих лет не занималась это тоже а в какой-то степени причина того что значит произошли вот эти вот события поэтому было бы интересно узнать ваше мнение может вы с нами не согласны а может кто-то будет согласен поэтому я еще раз напомню телефон 847 4 2 0 5 2 2 0 приглашаем к разговору и дорогих украинцев что они думают по этому поводу потому что как мы понимаем это их больной вопрос звоните высказывайте свое мнение спорте с нами мы будем рады ответить и единственная да единственная просьба держать себя в руках и быть поводной возможности людьми интеллигентными и если у вас есть какие-то доказательства есть какой-то аргументы пожалуйста приводите их но сейчас пока еще у нас есть время до рекламы мы обсуждаем трансфер елбасы назарбаева с другим елбасой которого фамилия такаев в казахстане нарсултан назарбаев ушел во ставку с поста президента этого государства на протяжении больше 30 лет он официально руководил точнее 30 лет он официально руководил сначала в ранге 1 секрет секретаря каком партии казахстана и потом уже значит в ранге президента кстати надо напомнить нашим уважаемым радиослушателям что казахстан руководил и леонид ильич брежнев что много лет назад да мы вас точно говорите пожалуйста интеллигентно я прямо с украины прямо из донецка очень приятно пожалуйста да и и особо чувствую что там происходит я много летал по пол иммиграция летал туда и вот я вам что скажу да пожалуйста об этом вы не можете знать потому что этой встречи не было это была встреча филадельфии примерно в девяносто седьмом году я разговаривал с одним моим знакомым который москве работал там в эшелонах власти это правда все и вот он когда говорили об украине это еще вообще не вспоминали крым он не поведал такую историю что после того как девяносто в девяностом году подписали беловеческую пущу первая мысль у российского руководства была такая как мы упустили украину и сдерживала их то то время что треть советской армии это младшие старшие офицеры украинцы это раз второе но они никогда не забывали что крым принадлежит в данный момент байло украине и правильно или неправильно сделали это разговор небо это болевая . второе через несколько лет я бы это просто не мог поверить так что такие разговоры ведутся это раз второе после этого некоторое время мне попалась на youtube встреча руководителя социологического центра левада с двумя ну такими россиянами которые против украины за крым все такое этот интеллигентный человек доктор наук профессор в общем всеми уважаемый людьми человек он говорил что вы не правы так нельзя делать было надо все разбираться было байло раз уже до этого были законы но в девяносто втором году они провели социалистское исследование по всей россии но показалось что 80 процентов россиян переживают за крым вот подумайте об этом если это кто-то не видел то есть когда вы меня слушайте вы не думаете о том что я там мы вас внимательно слушаем и не перебиваем наоборот я не могу полететь в донецк нет я могу туда полететь и меня приведут на могилу моего отца я просто не поеду в этот в эту клоаку потому что это несправедливо так это захват современном мире и создание болевой точки для того чтобы управлять управлять украину тут у вас также и крым вас теперь живут ли они лучше я не думаю что они живут лучше но люди просто живут понимаете им делать деваться некуда из донецка все мои знакомые кто имел средства и деньги они уехали так так теперь дети там учатся по учебникам россии они вырастут там другими понятиями так и будут проповедовать одно короче это заброшенная . а крым а он сделал глупость величайшую только чтобы но путин он не они не понимаете уровень такой они не смотрят как живут другие народы почему китай гонконг забрал через десятки лет без боя через но они не смотрят на то что китай заключил с англией договор на 50 лет ни один солдат китайский не выходит за пределы я я вынужден я прошу прощения вынужден вас остановить у нас рекламная пауза поэтому спасибо вам спасибо большое да мы уходим на рекламу и вернемся через пару минут а здравствуйте дорогие радиослушатели те кто окна присоединяется после рекламы напомню тему нашей передачи это события в казахстане мы обсуждали в первой части передачи события в казахстане назначение хана батея в калмаке в калмыкии вот и сейчас мы переходим к теме которая всех очень беспокоит особенно жителей россии и украины эта тема юбилея пятилетнего юбилея крыма который значит по одним людям был украден у украины и примкнул значит был присоединен к россии со стороны россии это значит крым вернулся в отную гавань что вы думаете по этому поводу телефон 847 4 2 0 5 2 2 0 гена что думаешь ты по этому поводу я думаю что крым был как ты говорил в первой части оттяпан у украины украина по всем международным законам имела право на владение этой территории тем более что давайте будем быть откровенным крым это россии с это российской империи или советского союза территория в равной степени он мог принадлежать и советского и и россии и украине по договоренностям как известно по договоренностям 93 год и 4 я нужно 4 будапештские соглашения где было ясно и четко сказано украина отдает свой свой ядерный потенциал арсенал арсенал освобождается от него взамен получает крым эту значит договоренность эту пролонгировал президент путин несколько раз несколько раз он гарантировал украине безопасность территории и неделимость этой территории это то же самое как если бы ну скажем израиль у израиля тоже что-то взяли такие оттяпали и забрали часть как и какую это время за меня и пытается делать если говорить о крыме да то верить владимиру путину в его обещание по моему всем уже стало очевидно что верить вообще в какие-либо обещания господину путину просто неправильно и нехорошо потому что человек то что обещает она все равно не выполнять даже если это внутри страны да то есть свое время говорили о том что пенсия в возраст пенсионный возраст не будет подниматься возраст все-таки значит по дня подняли и потом это объясняли и как говорится вот вчера кстати была очень интересная передача рекомендую многим нашим радиослушателям есть такая передача называется на троих мы с геннадием смотрим эту передачу ведут ее два очень талантливых журналиста тихон дзятко и 2 алексей пивоваров да и у них был в гостях алисей венедиктов все знают кто такой алексей венедиктов главный редактор радиостанции эхо москва где он объяснял кстати для тех кому будет очень интересно посмотрите это очень интересно где он объяснял почему все-таки владимир путин крым ну как бы я не выпаял референдум потому что все это ерунда и все эти референдумы мы знаем сами как они в россии происходят почему все-таки он забрал у украины эту территорию вот все зависит как он объясняет владимир путин хочет свое имя оставить в истории россии потому что это желание абсолютное большинство желания российского народа было вернуть эту территорию под свое вот вопрос то заключается как раз в том как возвращая да потому что это наверно главный вопрос никто не говорит о том что россия хотела эту территорию вернуть по многим причинам да из точки зрения исторической из точки зрения безопасности из точки зрения военной то есть много разных вариантов но вот вопрос юрисдикции вопрос к юристам почему и как это было сделано слушая российскую через значит российских руководителей это конечно одно вот но существуют законы подписанные и которые были к сожалению нарушены российской стороной ну давайте вот дорогие радиослушатели посмотрим такую вещь интерес берем такую вещь ведь по сути дела можно было этот вопрос наверное решить добром дружески по семейному скажем так если бы ну например тот кто знает как крым выглядит его можно было поделить договориться я не думаю что его можно было поделить я я думаю я это это темно я немножко тут собой не согласен потому что поделить это вряд ли бы удалось а вот договориться с точки зрения финансовой финансовой возможности могли быть возможности всякие можно было все решить по семейному если там как говорят россия сестра украины а украина сестра россии то все можно было решить внутри даже если вы хотели себе какую-то часть острова военную часть где находится севастополь можно было ту же компенсацию заплатить украине все можно на договорной основе сделать а не просто прийти как бандитам и отжать эту территорию говоря о том что ну это моя это моя территория я и всегда владел да не владели вы всегда с восемнадцатого века только идет владение россии крыма до этого это было бы рассказать об этом как они вспоминают вот поэтому я думаю что все можно было решить по-доброму но россия в очередной раз решила сделать не свою территорию можем принять звонок давай например звонок потом продолжим дальше говорите пожалуйста добрый день мне кажется извините но помогут фантазируете какой поделить что там поделить то никто бы это на это не пошел бы там же бизнесе и частная собственность уже русская была так зачем это даже было трогать даже зачем было отнимать там же полно компаний было уже или как там дома были куплены бизнес и там рестораны и отели русские же так владели ну а поделить бы нет невозможными но подробно это как один из вариантов мы не настаиваем на то что это правильно или неправильно мы приглашаем вас к разговору в этом вопросе спасибо за ваше мнение нету звонков продолжаем я то что вот в принципе будем так говорить чем я не согласен и кажется у нас тут есть у нас здесь звонок хорошо мы примем пожалуйста говорите да да пожалуйста пожалуйста называть это отчапала воровала завоевала самым нахальным образом ограбила крым подождите мне пожалуйста говорите да значит в чем дело буквально какая-то тупость человек взял и потерял ради того чтобы не иметь врага в 900 900 900 километров он получил врага где-то в районе 400 километров от своей границы вы согласны со я согласен да дальше значит вот того что будет ли там лучше возьмем абхазию и осетию завоеванную россией пишут люди из осетии что они абсолютно ничего не получили от того что россия их прикарманила к себе кроме высоких заборов и богатейших ибо ибо богатейших дать на своей территории насколько я понимаю вы против того что россия забрала крым правильно не оно завоевала значит забрала завоевала силой ну я понимаю хорошо будем вашу формулировку трактовать завоевала силой то есть вы против того что россия завоевала ну вот вот мы об этом и говорим мы об этом и говорим правильно и получила врага нам на многие столетия потому что теперь украина враг я полностью с вами согласен и там надо принять следующий звонок спасибо говорите добрый день я хотел сказать что чё сейчас обсуждать захват не захват чтобы обсудить а какой выход с этого положения что можно сделать и можно ли вообще сделать хотя к сожалению или счастью так сказать народ в крыму все-таки больше хочет быть в россии хотя мы знаем был референдум это все недействительно но по делу говорят все люди там хотят быть россии но не в этом дело вот иридически что можно сделать вы хотите вы хотите чтобы мы это обсудили сейчас или вы хотите чтобы это было я вас услышал спасибо у нас есть очень звонок а потом мы продолжим говорите пожалуйста добрый добрый ну я уже говорил были передачи на эту тему конечно отобран по-бандитски по волчьи оторван кусок земли это понятно но честно вам признаться больше всего мне понравилось пробулировал к батке лукашенко когда его спросили а че же все таки крым прямо в лоб и ответил где факт крым российский где юре крым украинский да давайте спросят а сколько же украинцев говорит или тайских поисков погибло при взятии крыма как не оттого так что ж вы защищали свою территорию как же так говорит вот если вы не пришли на нашу территорию чтобы вы зубами шрифты и легли бы в этом крыму а вы говорите далее вот так а что вы сейчас плачете вы же от трусисти убежали разоградные а вы там а может быть я прошу прощения а может быть не стоит терять жизни человеческие за какую-то территорию пускай она даже самая хорошая богатая как вы думаете а те которые кричали я с вами полностью согласен и вы знаете впервые могу согласиться с александром лукашенко то есть в в том плане что я прошу прощения у нас нас есть свою территорию спасибо говорите пожалуйста я хочу сказать почему никто из выступающих когда говорят о крыме не вспомнил что хрущев не просто отдал украине крым а потерял поменял самые плодородные земли отдал россии а украине дал вот этот вот засушливую степь почему никто об этом не говорит а теперь получается моё моё и твоё моё ну спасибо 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 за ваше мнение значит по поводу того что в данный момент делать вы спрашивали один из радиослушатели спрашивал наше мнение я сейчас скажу свое быстрое мнение потом значит геннадий скажет свое мнение я считаю что россия должна а юридически эту территорию вернуть либо вести переговоры переговоры с украиной по поводу того о статусе этой территории понятно что россия эту территорию не вернет то есть юридически конечно они должны были бы то вернуть но вряд ли это из области фантастики не то но вести с украиной переговоры по поводу того о статусе какой это может быть статус мне трудно сказать я не силен в юриспруденции но то что этот вопрос нужно решать потому что он будет как кость в горле в россии на протяжении очень многих лет а россия должна этот вопрос решать без этого никакой дружбы никаких экономических отношений таких настоящих экономических нашей с украиной быть не может ну я считаю что здесь должен быть естественно дипломатический разговор вариантов много которые можно решить значит первая россия должна отдать отдать да она должна отдать вернуть крым украине при этом кстати заплатить компенсацию за то что было у нас есть звонок нам будем принять говорите пожалуйста добрый день здравствуйте у вас наверное на дилерской как дилер лучше получится чем на радио уходите вы не диктор вы не политик вы никто спасибо за ваше мнение я я я как-нибудь сам решу без вас где мне и что мне делать а если вы хотите похоронить в прямом эфире лучше своим родным пожалуйста на месте хорошо а я буду сам решать без вас еще может быть департаментом сша посоветуюсь по этому поводу но не с вами вы для меня никто ну мы продолжаем продолжаем дальше я говорил о том что есть варианты которые можно решать но долг опять же повторюсь крым должен быть вернут украине на законных основаниях при этом заплачена компенсация а кстати давайте мы не забудем что россия не просто забрала крем она бизнеса забрала она лишила многих людей их собственности кто почему-то все люди смотрят на то что просто забрали все многие люди там имели свою собственность и они ее потеряли россия ничего не компенсировал в данном случае у нас не звонок на говорите пожалуйста день здравствуйте здравствуйте начнем с того что крым не принадлежал украине никогда страны как украина вообще не было ну а на вопрос пор на вопрос пор на вопрос она только стала страной когда развалился советский союз россия существовала как государство до существовала от а украины не было а украины не было нарушение средства советского союза она не было единственное когда она была страной несколько месяцев когда немцы им дали граждан смысле дали что они независимы когда была то есть украинская сыр не было по вашему мнению это было это точно также как была еврейская республика такая рисуса тоже были было российская была украина как республика это точно так же как было еврейская риф ну хорошо так и украина украинское государство всегда было вы можете это называть как угодно если есть народ отношу до на протяжении все и все все свои истории понимаете на протяжении всей своей истории украина была государство вопрос заключается только в том ходила ли она состав украин это российской империи или еще как то по другому если есть народ есть язык значит есть государство понимаете вот и все у еврейского народа есть государство есть язык значит все нормально и говорить о том что украина никогда не было государством извините это значит не знать истории спасибо большое я звонок на говорите пожалуйста я хочу поправить от предыдущего звонившего после революции возникла республика украинская и флаг хранился филадельфии по правительственном доме который потом кравчуку вручили поэтому так не надо говорить по договоренности своей после революции возникли республики и по всей бывшей стране ссср и там были республики байло украинская украинское государство существовало и не надо об этом и говорю и обманывать ну вот я об этом и говорю я жил в украинской республике все баста если случилось так что распался советский союз по решению там трех руководителей трех они до не всех которые ранее подписывали документ но так уже случилось многие государства распадались если так случилось то у этого государства нового была земля под названием крым как она попала туда это другой вопрос и решать это надо было по-другому спасибо у нас еще один есть звонок а говорите пожалуйста потому что нам надо закругляться одну секундочку я хочу сказать что чтобы просто сохраняйте свои нервы не портят не не спорьте со стариками значит а феликсу я хочу напомнить что что такое киевская русь наверное он школе учил то наверное забыл и хочу вам посоветовать что с такими вот с либералами или с такими вот стреками за с корузлами спорить не нужно это как как вот заходят hard drive у вирус и все и сгорело все сгорел компьютер сгорели мозги они больше ничего не соображают спасибо 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 нету по поводу того что нам уже надо скоро какой-то закругляться и делать какое-то режиме да то есть уже я хочу сказать чтобы украина как государство существовало всегда каждый пускай останется при свое мнение но украинский народ есть есть украинская речь есть украинская культура значит есть украинское государство государство украина все вы хотите обсуждать это по-другому это мы можем обсудить в отдельной передаче сегодня мы обсуждали обстановку в казахстане и такое интересное слово которое вошло во все политические лексиконы елбасы она султан я назарбаев отдал пост президента своему сменщику и наконец-то в калмыкии появился хан батый долго его ждали он оказался был бывшим кикбоксером да и в конце первого второй половине передачи мы обсуждали пятилетие крыма в составе россии поэтому большое всем спасибо всего самого наилучшего до следующего